Воскресенье, начало зимы у нас, погода отличная, градусов 27-28, солнышко, мы решили выехать и по Рыгуа проходиться. Расскажем сегодня про этот красивый город, а пока немножко поснимаем подъезд к городу. Зима, деревья в полости, от листья папы, далее. Табличка, что мы уезжаем в Рыгуа. Город находится в 28 километрах от Асус Йонатку. Здесь же по католическому на две недели раньше, чем наш Иван Купала. Тут у нас сейчас закончится асфальт, и дальше вниз по этой улице, и прямо до озера будет брусчатка, что трески будет очень сильно. Это старая часть, здесь много красивых особняков, красивых зданий, зато очень аутентично. Так, главный кафедральный собор Рыгуа, тут сегодня очень много людей. Пойдем поближе. Ну, что-то продается одно. Дети в белом. Наверное, это хор детский. Вон там внизу озеро Ипакараи, самое большое в Парагвай. Думаю, мы тут не лезем. Пойдем посмотрим внутри. В полусыпано. С напилками, рисом. Может, ты архиепископ местный? Снег. 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 живопись. Попугаи, туканов делают всякие. Да, вон туканчик висит. А, так их тут много. Да, их тоже. Попугаи, туканы. Прямо все их сделано аккуратно. Да ну как, на проволоке на такой обычной. Это висит он. Так, клубника. 30 тысяч килограмм. Это 300 рублей килограмм. Но она только началась. Поэтому пока цены еще высокие. Потом, да, уже в августе цена будет в два раза меньше. Как бывает. Симпатичненько. Дорога к озеру и к набережной. Кстати, старая. Уже в детстве. приходить к вашему. Въезд на набережной для машин платный. И для людей платный. И для людей тоже? Конечно. Куда там, по-моему, будет. Человек, тысяча. А, сейчас подъезжаем. Да, веикул 5 тысяч с машиной, мотоциклы 3 тысячи. Вешими тысячами. Тысячи, да. Плая де Регуа. Пляжа Регуа. Тут, кстати, совсем недавно, по-моему, на прошлой неделе, открыли новую часть набережной. Бережная сейчас бы не могла ошибаться. У нас... 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 И рассказывает о том, что Регуа был основан в 1538 году, точнее, с 1538 по 1541 во время правления испанца Доминго Мартинеса де Ирала. А раньше на этом месте жили индейцы Гуарани, а вот был их предводитель. Кстати, вот эта галерея с лавочками еще месяца два назад не была. Фонтанчик был еще в 16-м году, когда мы в первый раз сюда приехали. Я рассказываю то, что я могу помнить, ты тут раньше, поэтому, да, получается, еще в 14-м году Сюда де Регуа, город Регуа и план города. Мы эти лавочки були, мы на них сидели в прошлый раз. Те же лошадки предлагают покататься. Местные детишки. Прям народу сегодня сколько много. А озеро как поднялось. Уровень воды. Пойдем поближе, посмотрим. Озеро хоть самое большое, но оно очень неглубокое. Купаться здесь запрещено. А в 19-м веке в Орел Гуа были резиденции и любили отдыхать. Местная интеллигенция, поэты, художники, аристократы. На обратном пути покажем места. Слушай, тут же раньше вся земля, даже вот до конца беседки практически, да, была глина, дно было видно и ходили. Ой, настроили этих сунтиков, лежачков поставили. Молодцы. Вода сейчас коричневатого цвета, а часто она еще бывает вообще черная. А связано это с развитием какие-то водорослей еще не могут сделать и никак не могут это не случилось. По всем тем, кто рассчитывает жить на берегу озера, купаться, плавать, заниматься какими-то водными видами спорта, ну, сами видите, водичкой не располагать. Будем проводить? Давай. Вкусно? Угу. Продолжение набережной. Так, сделали очень красиво. Контану даже поставили. Вон, беседка. Вон, беседка. Вот можно и на лошадках покататься. Есть площадки для футбола на песке, большая детская площадка. А что, детям тут уже есть чем развлечься. Все, выезжаем мы из парков. Пойдем другие красивые места смотреть. Машин меньше не становится. Машин меньше не становится. Здесь остались особняки для аристократии, которая тут лето проводила. Так, дорога пока. Комиссария. И заканчивается. И заканчивается Крущевка и Урасфальт. Да, наконец-то. Машинке вообще не радостно от таких дорог. Ну, все, теперь домой. Машин, что-то. Машин, что-то. Но мы еще 16 километров. Хорошо.